Здравствуйте, это Укрлая в Судмилой Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетни». Мы очень рады, что сегодня с нами на связи Сергей Гармаш, глава информационного агентства «Остров». Сергей, здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Добрый день. Сергей, давайте начнем наш разговор с того, что Путин провел незаконные выборы на оккупированном им Донбассе. С этого мы и начнем. Наблюдали ли вы, как это происходило, и, я не знаю, можем ли говорить о последствиях, если здесь что-то неожиданное, как реагировали люди, потому что явки-то приписывали такие грандиозные. Ну, понятно, что приписывали, но тем не менее. Мне, честно говоря, интересно всегда, когда говорят «незаконные выборы», с точки зрения кого незаконные. С нашей точки зрения – да. А с точки зрения Российской Федерации, которая не просто оккупировала, а аннексировала эту территорию, то они вполне законные и логичные. Было бы странно, если бы он их там не провел. Опять же, отсюда реакция Запада, мне интересно, которая не признает законность выборов на оккупированных территориях, но при этом почему-то признает легитимность Путина фактически, когда говорят о том, что он президент. А как тогда это может быть? То есть на части территории страны, которая считает своей территорией, выборы незаконные, а в целом получается незаконным. Вот эта двоякость, она, мне кажется, не то что странная, она все-таки расширяет возможности для того же Кремля в принципе делать вообще все, что он хочет, потому что адекватной не оценки, а реакции, скажем, Запада, и, насколько я знаю, даже Украина пока еще не заявила о том, что она не признает Путина легитимным президентом, если я ничего не пропустил, скажем, вот отсутствие адекватной реакции позволяет делать все, что угодно. Поэтому здесь я даже перестал употреблять термин законный-незаконный, и меня больше, скажем, вот эти все выборы интересуют с точки зрения последствий. В данном случае о последствиях нужно говорить уже не для Донбасса, а для всей Российской Федерации. Вот это интереснее, потому что выборы, на мой взгляд, показали достаточно интересное разделение все-таки населения России. Во-первых, по тому, кто верит и не верит в правдивость результата, последние опросы в целом официальной структуры говорят о том, что около 40% не верят, пусть 30%, там 67% по-моему верят, то есть пусть 30% не верят, это достаточно много. Подождите секундочку, секундочку. Не верят в чему? Давайте вернемся к этой статистике. Не верят в то, что результат правдивый, что 87% это реальный результат голосования россиян. Причем это же делался опрос, я так понимаю, в Российской Федерации, то есть в нем не принимали участие те, кто выехал, релаканты так называемые. Во-вторых, если анализировать по участкам, то явно заметно, что Путин, если не проиграл, то получил гораздо меньше результат в вузах, в университетах, то есть, скажем так, в местах голосования интеллигенции, то, что можно назвать интеллигенцией, ну или средним классом еще тоже можно это назвать. И молодежь, наверное, сюда добавил, правда? Ну, молодежь трудно, скажем, отследить по локальности, по локализации участков, поэтому я не говорю об этом. Ну, по-моему, молодежь, это само собой разумеющееся, да, еще до выборов социологии показывало, что молодежь меньше всего, скажем, настроена на Путина. Опять же, давайте учитывать, что не было альтернативы, потому что Дованков, ну, это не альтернатива Путину, это даже не Надежда, да, я уже не говорю там и Навальным, альтернативы, поэтому налицо явное разделение населения. Я бы даже сказал по ленинской терминологии, по классовому признаку. И что из этого следует? Из этого следует то, что теперь фактически интеллигенция, гнилая, либеральная, да, как говорят в России, она стала законной целью для путинского режима. Более того, Путин получил фактически благословение остальной, скажем, части населения российского на ужесточении репрессий по отношению именно к этой части. И мы видим фактически повторение, или перспективу повторения 37-го года, да. Это настолько далеко казалось от нас, что нереальная возможность такого повторения. Но я вот с 100% уверенностью могу говорить о том, что Россия 100% ожидает чистки, особенно вот среди, скажем, интеллигенции и научного, скажем, состава Российской Федерации. Я думаю, что, ну, из касающегося всего населения, да, скорее всего, они снова реабилитируют вопрос абортов. Они же там говорили о возможности запрета абортов, но перед выборами это все погасили, потому что электорально, скажем, это невыгодная тема. Но поскольку проблема демографического кризиса для России не снята, она, наоборот, нарастает, то запрет абортов вполне логичен. И, ну, я 100% уверен, что, скажем, путинский режим, уже можно говорить, кстати, путинский режим, да, что путинский режим все-таки введет запрет на аборты в Российской Федерации. Что еще интересно? А, ну, Путин получил благословение населения на ведение войны, на продолжение войны. Соответственно, я думаю, что война будет затягиваться. Возможно, даже, на мой взгляд, распространение войны не только, скажем, на Украину. Сейчас Армения себя интересно ведет, и, скажем, там гораздо меньше рисков для Путина получить, как это, молниеносную победную войну, да, если они там на троих разделят с Турцией и Азербайджаном ответственность, я имею в виду, понятно, что Турция не будет вступать в войну, но ответственность, скажем так, то вполне возможно, что войска ОДКБ войдут на территорию Армении для того, чтобы помочь армянскому народу отразить атаку Азербайджана, но выйдут только после смены, скажем, режима, смены правительства в Армении. Да, то есть пространства для действий у Путина сейчас гораздо больше. Он уже действительно получил благословение своего электората на это. Он увидел и четко обозначил для всех, кто внутренний враг, да. Вчера там Зюганов говорил о том, что он будет ставить перед президентом, не знаю, может, уже поставил вопрос, о пятой колонне, официальной борьбе с пятой колонной. Вот она обозначилась пятая колонна. Ну, то есть перспективы России очень четко сейчас определены. Как это все скажется на оккупированных территориях как части сегодня уже Российской Федерации, да, ну, с ее точки зрения, конечно. Ну, собственно, так же точно и скажется, потому что именно на оккупированных территориях так или иначе Путин получил как раз вот наибольшую поддержку. Причем я не думаю, что она была полностью сфальсифицирована. Там, конечно, натянули хорошо результаты эти, но тем не менее они действительно были высокими. Благодаря пропаганде, да. И благодаря тому, что там действительно осталось только маргинализированное население. То есть, ну, в основном это пенсионеры. Это, естественно, электорат Путина, к счастью, вымирающий. Простите меня, пенсионеры, ну, тем не менее, ну, это объективная реальность, да. Как когда-то у нас вымерли электорат коммунистов, так постепенно будет вымирать электорат Путина. Но так же, как у нас когда-то коммунисты наделали много бед и вреда, скажем, Украине, принесли, точно так же электорат Путина наделает еще очень много вреда и бед Российской Федерации и у нас на оккупированных наших территориях тоже. Поэтому такие перспективы не благоприятны для населения, проживающего там. Но, в принципе, скажем, они обозначили, опять же, эти перспективы, ну, дали Западу ясность, куда будет двигаться Россия и дали возможность благодаря этому принимать, скажем, ну, вот реальность такой, какой она есть, а не такой, как ее хотели бы видеть, да, как это долгое время было там в период Минских соглашений, так называемых, когда Запад хотел видеть там что-то, какие-то позывы со стороны России к миру, а оказывалось, что это позывы всего лишь к мочеиспусканию, извините. Поэтому, в принципе, мир структурируется, да, вот ось добра и зла, она четко обозначается. На мой взгляд, это хорошо все-таки. То есть это не говорит о том, что мы сможем избежать конфликта между этими полюсами, но то, что мировые силы вынуждены все-таки занимать четкую позицию в этих полюсах, это хорошо. Дальше. Я считаю, что, вот особенно вчерашний Рамштайн, да, вот показал, что все-таки мы сегодня можем говорить уже о коалиции западных стран в поддержку Украины. Ну, не только западных, потому что Япония тоже, как вы говорили, четко занимает свою позицию, там другие, та же Австралия. Но есть определенная коалиция. Коалиция, которая основана на, в первую очередь, все-таки ценностях, и во вторую очередь на ценностных интересах, да. То есть в данном случае не идет речь о экономике, допустим, экономических выгодах. И даже о военных выгодах, они есть, конечно, и для Запада тоже, но они все-таки второстепенные. На первом месте есть желание не создать прецедента, когда авторитарный режим может победить демократию, потому что мы понимаем, что это повлечет за собой, скажем, целую цепь, да, то есть и Китай, и Корея, и все захотят разобраться со своими проблемами путем силы. Поэтому Запад этому противостоит. Это ценностные ориентиры. Если мы говорим о коалиции, которую хочет сформировать Путин, то есть Китай, Иран, КНДР, Индия, опять же, да, как ни странно, туда постепенно вписывается. Что это нельзя назвать коалицией, потому что там нет ценностного ядра, скажем так. Там есть чисто экономические интересы. То есть вот эти союзники, так называемые, Кремля, в данном случае, они же просто используют Кремля. Они не помогают России, они ее используют, да, в отличие, скажем, от помощи Запада Украине. Потому что они получают дешевую нефть, дешевый газ. Вот основа интереса Индии той же, да. Ну и, конечно, они не заявляют при этом своей четкой позиции. То есть они стыдятся поддержки Российской Федерации. Они отрицают там и Китай, и даже Иран до сих пор отрицают то, что они поставляют туда вооружение. Они не называют себя четкими союзниками. И в этом большая разница. Поэтому, ну, на мой взгляд, я всегда, в принципе, оптимистично настроен, но, на мой взгляд, все идет в очень правильном направлении. И, конечно, конфликт затягивается, это плохо. Но, в принципе, скажем, баланс сил, он все более определяется. И, мне кажется, все-таки он все более определяется в сторону, ну, условно, добра, да. То есть в сторону коалиции проукраинской и противороссийской. Сергей, позвольте вернуться к некоторым вашим мыслям. Давайте начнем все-таки с последствий выборов. Вот вы очень интересно сказали, я прям за вами записывала, да. Путин получил благословление. А что? Кто-то в этом сомневался? И даже если бы он не получил, да, то все равно бы все было нарисовано, написано. И вы сами сказали, что 30% респондентов по информации, по опросам в ЦО, а это все-таки государственная структура, да, российская, сомневаются в том, что результат выборов таков. И вы очень метко подметили, что это ведь даже нет тех, кто выехал за границу, и тех, кто, ну, вообще, там, против Путина, да, и они бы не голосовали за него в большинстве своем. Вот. И в этом смысле вот то, что он получил, и вы связали именно с этим, да, это было новым для вас? Вы думаете, и вы еще сказали фразу, что теперь Запад как бы четко понимает, какой будет политика Путина. А вы думаете, до этого, ну, они сомневались, что-то было до конца непонятно? Я понимаю, что вы сравнивали вот с периодом Минских соглашений, но тем не менее. Нет, здесь есть, я понимаю ваш вопрос, Людан. Я понимаю вопрос. Смотрите, можно нарисовать итоги выборов, и их, собственно, и нарисовали в большой степени. Но здесь дело в том, что даже если 67% вот из тех 87% реально проголосовали, то Путин получил сигнал, что население это поддерживает. А Кремль все равно всегда прислушивается, скажем, к обществу, соцопросы и все прочее, реальные соцопросы, это даже не в Циомовске, да, и корректирует настроение общества через свою пропаганду. В данном случае он увидел эффективность своих действий, и он переложил ответственность за свои действия на все население Российской Федерации. То есть он сделал россиян подельниками. Они благословили его на войну, они благословили его на самоизоляцию России. То есть формально, да, даже формально эта процедура. Ну, для него, Путин это все очень серьезно принимает, я уверен. Здесь как бы, здесь даже не обязательно формальность. Потому что одно дело реализовывать власть, а другое дело реализовывать реальную волю народа. Это большая разница, да. Когда я, допустим, в своем маленьком коллективе, да, вот где редактор сайта, давлю на коллектив, чтобы они сделали что-то. И большая разница, когда я убеждаю, и они сами это делают. Да, то есть не по принуждению. И вот это единомыслие, оно меня очень вдохновляет как руководителя, да. И их вдохновляют, в принципе, все. Вот то же самое, такая же модель, только гораздо больше размеров, конечно, в Российской Федерации сейчас. То есть сейчас население легитимизировало не власть Путина, как это было вот на предыдущих выборах. Ведь предыдущие-то выборы были до войны, извините меня, да, до массы, ну, до вторжения. И тогда Путин был легитимным. Но его действия легитимными можно было не считать, да. И многие россияне, когда выезжали, они же говорили, что мы не голосовали за войну, да, то есть для нас это. То сейчас уже ни один россиянин, в том числе, которого призовут на военкомат, да, вот в следующую волну мобилизацию, он не сможет сказать, что мы там против войны, потому что, извините, вы за нее проголосовали. Это совсем другое ощущение и измерение. Опять же, сейчас Западу придется корректировать свою риторию, потому что раньше он отделял российский народ от путинского режима. А сегодня это уже, скажем, одно и то же фактически. И получается, что российский народ, который не за путинский режим, он не в России сейчас находится. Это тоже надо будет учитывать Западу. Поэтому, ну, все-таки действительно это новая веха. И эта веха позволяет Путину, она ему очень дает действительно благословение и расширяет его поле возможностей в самой России. Он увидел реальность, скажем, его восприятия россиянами. Она его вдохновила. И дальше он будет делать то, что он считает нужным, и что, как он теперь видит, пользуется поддержкой его народа. Потому что он же, у него же миссионерское мировоззрение, да, он же как бы видит даже в истории только то, что он хочет видеть, что отвечает его миссии. Я-то уверен, что он, когда рассказывает там сказки про то, что они Украину придумали, да, Ленин, то он же в это верит. Он реально в это верит. Это не просто манипуляция. Поэтому, ну, действительно, сейчас многое изменится. И многое изменится именно в плохую сторону для российского народа. Потому что он теперь будет считать, что он вообще вправе, скажем, вершить судьбы, да, очистить российское население, очищать его от врагов внутренних, от пятой колонны и так далее. То есть это уже маленький Сталин, действительно. Теперь, если можно, давайте поговорим немножко об акциях российской оппозиции, потому что, мне кажется, это очень важно. И от этого зависит то, как дальше могут вообще развиваться события, даже среди этой оппозиции тоже. Потому что разные были идеи. Не приходить, прийти, постоять, испортить бюллетни. Некоторые перешли границу с Белгородом, с Белгородской областью и так далее. Вот интересно, как вы для себя это анализируете и объясняете? Ну, здесь нужно разделять, действительно, акции российской оппозиции. Это наши, фактически, скажем, добровольцы российские, но наши бойцы, да, поскольку они в составе ВСУ все-таки находятся, которые освобождают, как они говорят, территорию Российской Федерации от путинского режима. И, опять же, это было направлено на, скажем, как они говорят, в том числе и срыв выборов, но это была не главная все-таки цель, да. И не единственная, по крайней мере, не единственная. Может, она была главная, но поскольку акция продолжается и сегодня, уже после выборов, то, наверное, она была не единственная. Это очевидно. То есть это акция действием, да. И второе, это вот то, что мы видели за рубежом. Это огромная очередь там перед посольствами. Двояко можно оценивать, потому что, первое, приняв участие в этих выборах, российская оппозиция сама нивелировала свои же там просьбы к Западу не признавать их легитимность. Ну, то есть как можно не признавать, если вы сами приняли в них участие? Уже вы все, как бы, выборы легитимны, благодаря вам в том числе. Это одно. Второе, ну, вот с точки зрения, мне как аналитику, мне было очень интересно посмотреть данные по этим выборам, где как голосовали россияне, да. И они интересны с точки зрения, что, ну, как правило, вот в Европе россияне, которые живут там, они проголосовали против Путина. И мне кажется, это именно на контрасте все-таки. Это не потому, что они вот сбежали те, кто не хотел просто служить, да, и вот, скажем, они сейчас голосуют. Потому что они имеют возможность сравнивать жизнь в Европе и в Российской Федерации, сегодняшнюю жизнь, да. И поэтому это голосование именно показывает качество жизни. Они голосуют за то, что они имеют сегодня. И опять же, это голосование показывает лояльность тех россиян, которые находятся за границей, местным властям, скажем, вот этих стран, где они находятся, и их политики по отношению к Российской Федерации. Потому что если брать, допустим, голосование в Латвии, по-моему, да, в Латвии, ну, в прибалтийских странах, скажем так, да, я сейчас не буду, я путаю Латвию и Эстонию, пусть не обижаются нас прибалтийских друзьям, но у меня бывает такое. То там ведь интересный показатель. Там действительно голосование за Путина гораздо выше, чем в других европейских регионах. И это о чем говорит? О том, что как раз вот россияне, живущие там, а многие из тех россиян, которые там живут, они живут там еще с Советского Союза, они лояльны, то есть они пятая колонна для своих стран, они лояльны к Российской Федерации, и к Путину в том числе. И это опять же позволяет учитывать во внутренней политике и нам во внешней, скажем, ну, угрозы со стороны вот этого населения. Единственное, что выбивается для меня, я не понял результата голосования в столице Сербии. Ну, там у Даванкова в 10 раз больше, чем у Путина. Вроде бы Сербия пророссийская страна, а результат абсолютно противоположный. Вот это аномалия, которую... Ну, это нужно изучать, скажем, изнутри, да, то есть мы можем чего-то не знать, ну, вот показатель такой. Ну, это в том случае, если мы верим цифрам, которые вот сделала публичными Россия, а мы разве верим этим цифрам? Ну, даже... В данном случае, я думаю, что цифры бы корректировались в пользу Путина. Если они не в пользу Путина, то, наверное, они не корректировались. Поэтому я думаю, что, как бы, ну, заграничные округа, там не такие большие цифры, чтобы их серьезно корректировать. Опять же, Путин не может отректировать, допустим, результаты экзит-полов там, если они там были, конечно. Но он же не знает, а вдруг бы они там были, да? То есть я бы на его месте, на месте Москвы и Кремля, не корректировал эти результаты, потому что меньше всего влияния на них, скажем, можно иметь. В России можно делать действительно что угодно. Но, опять же, мы помним еще из опытов и наших выборов, да? И когда-то мы все эти, наверное, изучали тех, кто этим занимается, что все-таки можно сфальсифицировать там до 15% голосов, но не больше. Ну, технически это невозможно. Поэтому я не думаю, что, скажем, там большие фальсификации. То есть разница в 10 раз между там Путиным и Даванковым в столице Сербии, да, вернее, да, в Сербии. Ну, это как бы здесь трудно скорректировать. Теперь я обратила внимание, что вы коалиции, вот стран, которые российской, да, к России туда присоединили Индию. Да. Давайте уточним, почему? Потому что Индия может обидеться на всякий случай. Пойдем дальше. Ну, я не думаю, что Индия обидится, потому что вот сегодня я ехал к вам и читал, что Моги поздравил Путина с избранием. То есть Индия гордится своей дружбой с российским диктатором. Индия неплохо зарабатывает на этой дружбе, да, учитывая поставки нефти по низким ценам, по демпинговым ценам из Российской Федерации. Индия не всегда оплачивает эти поставки, пользуясь, скажем, тем, что ее валюта неконвертируема. Ну, то есть Индия фактически входит, я считаю, в эту коалицию на основе своего экономического интереса и на основе противостояния Соединенным Штатам. То есть она таким образом как бы отстаивает какой-то степени свой суверенитет. Плохо это или хорошо для Украины, здесь тоже неоднозначно, потому что, с одной стороны, мы же тоже покупаем в Индии нефтепродукты, которые она делает из той же российской нефти, да, ну, а без них нам было бы тяжело, фактически, нам надо же кормить свою армию, да, нефтепродуктами, свою технику и свою экономику. Поэтому здесь все дворяко. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Индия еще политически нас поддерживала, а не занимала позицию вот такого шкурного нейтралитета, как я это называю. Но, тем не менее, скажем, имеем, что имеем. Я бы не хотел, вот, кстати, да, действительно, как-то давать резкие оценки позиции Индии, потому что в чем-то хорошо, в чем-то плохо, скажем, ну, хотя бы оружие не поставляет она в Россию, насколько мне известно, по крайней мере, уже для нас хорошо. А остальное можно, в принципе, даже использовать в какой-то степени, потому что если в этой оси будет, ну, скажем, субъект, с которым можно разговаривать, и через него влиять на всю ось, у Индии сложные отношения с тем же Китаем, например, да, и она сопоставима по экономическому и военному потенциалу, это тоже ядерная держава, да, с Китаем, то, в принципе, это, скажем, ситуативно можно использовать. Поэтому я сказал по факту, но я не буду давать оценку, хорошо или это плохо, потому что это зависит от того, как будет развиваться ситуация, и как мы этой ситуацией будем, скажем, на нее влиять. Потому что мы уже помним, скажем, однозначные оценки, например, насчет Польши, да, и сегодня мы имеем то, что мы имеем, и, то есть, у нас ситуативная все-таки дружба на конкретном интересе, мы с Польшей дружим против России, но в то же время мы являемся жесткими конкурентами, фактически врагами уже в экономическом плане на рынке ЕС, да. Вот. Поэтому в дружбу или не дружбу вообще в геополитике я не верю. А есть совпадение интересов, которые нужно использовать, скажем, по мере возникновения этих интересов. Интерес отпадает, скажем, отпадает и дружба. То есть здесь должна быть четкая прагматика. По поводу совпадения интересов, это хорошая тема, чтобы продолжить наш разговор. Вы сказали, что, в принципе, вот создается такая украинская коалиция или коалиция вокруг поддержки Украины, и это хорошая новость. Но за последнее время очень активно нас удивила и порадовала Франция. Вот сразу после вас у нас будет известный политолог из Франции, Карина Стакетти, мы с ней поговорим, что там во Франции случилось такого, чтобы не просто Макрон сказал то, что он сказал, а он просто встряхнул, я так понимаю, своих европейских коллег. Хотя поляки признали, что на самом деле давным-давно ведется этот разговор, но публичным его сделал Макрон. Но не только Макрон, но и Липен вдруг у себя в Твиттере написал, что на самом деле Россия создала прецедент, когда дестабилизировала всю Европу и создала большую войну на границе с Европой, и что украинский народ достоин уважения и поддержки. Ну и тут уже стал вопрос о том, что, наверное, это каким-то образом может трансформироваться в политику Франции. А это интересно, потому что пуча всяких интриг. Вот на этом я, наверное, замолчу и сразу передам вам слово. Я не знал про Липен, честно говоря, но это интересно, это подтверждает то, что есть определенный запрос у французов на, скажем, сделать Францию снова великой, как в Америке, перефразируя Трампа. То есть на повышение роли Франции в мировой политике после, я уверен, потери влияния Франции в Африке. А Франция потеряла в Африке свое влияние благодаря тому, что туда внедрилась и активно способствовала этому Российская Федерация. То есть здесь мы видим совпадение, скажем, эмоционального фона, да, с конкретными геополитическими интересами действительно Франции. И плюс еще, ну, важный факт, в политике всегда самый важный фактор, как ни странно, это все-таки субъективный. В данном случае мы говорим о Макроне. То есть все политики это люди. И их интересы чаще всего хорошо это или плохо. не знаю, влияют на, скажем, политику своих стран, потому что политики конкретные люди принимают решения. В данном случае Макрон, который уходит, либо который, может, они там переизменят Конституцию, путинский пример заразителен, захочет... И за что Францию назвали просто сейчас? Нет, нет. Это политика просто. Я говорю, здесь нельзя давать оценок. Я еще не уверен в том, что в Украине будет в этом плане. Давайте об этом вообще отдельно разговаривать. Но все возможно. То есть у Макрона есть интерес сейчас поднять себя до уровня, скажем, сверхдержавы, действительно. Франция таковы и является, только почему-то она как-то раньше забывала об этом. И напомнить об этом миру. И когда США теряют лидерство в мировых процессах, то кто-то же это лидерство должен подхватить. А если придет Трамп, то тем более США потеряют. И я просто, когда услышал заявление Макрона о возможности ввода в гости, я сразу почему-то вспомнил, помните, когда Макрон знакомился с Трампом, Трамп прилетел в Париж, по-моему, был такой интересный момент, когда Макрон задержал руку Трампа, сжал ее при приветствии и долго не отпускал. То есть он показал, как в животном мире доминирование. Вот он самец, он доминирует над другим самцом или над самкой, я не знаю, кого он увидел в Трампе. Но тем не менее он проявил даже это на таком уровне. То есть амбиции у человека геополитические, но не меньше, чем у Наполеона. Но раньше ему выборы, он же не император, выборные процессы, демократия ему мешали проявлять эти амбиции. Сегодня у него до выборов еще, по-моему, в 27-м году до у них выборов, по-моему, Еще раз. Есть время точно. Есть время. Есть свято место, которое пусто не бывает, США уходят. Есть, скажем, личный интерес. Есть интерес народа Франции, обиженного на, скажем, потерю, ну, части влияния в той же Африке из-за России. И все это действительно может привести, я уверен, приведет, сто процентов. для меня это очевидно, к тому, что французские солдаты появятся все-таки в Украине. Более того, я давно говорил, что это общая тенденция. натовские, не НАТО, а натовские страны будут присылать свои воинские контингенты, потому что, опять же, им это выгодно с военной точки зрения, потому что они видят угрозу глобальной, серьезной войны, и им нужен военный опыт в современной войне, континентальной войне. Это интересный момент, это интересный момент, что вы сейчас говорите. Да, и поэтому, ну, неизбежно, я думаю, что в конце концов и польские здесь будут военные, прибалты сто процентов будут, британцы, кстати, не Макрон же первый озвучил, вот, скажем, ну, невозможность, а вообще то, что эта тема выносится, да, вспомните, по-моему, интервью пристайка было, когда он вернулся, нашего посла, бывшего министра, во-первых, на странах, то есть статусность, да, и когда он вернулся из Лондона, он давал интервью и говорил о том, что в Британии это вполне обсуждаемая тема, то есть она, как бы, очень активно звучит, и он говорил об этом еще в январе, насколько я помню, а может и дальше, поэтому тема обсуждалась, она актуальна, но Макрон вынес ее обсуждение на самый высокий уровень, и сказав А, ему придется говорить Б. Другой вопрос, опять же, что под давлением, ну, боль, менее, скажем, смелых западных политиков и амбициозных, скорее всего, те же французские солдаты, которые прибудут в Россию, но вряд ли они будут принимать участие в прямых боях, столкновениях с Российской Федерацией, но у нас, не забывайте, есть длинная граница с Белоруссией, на которой мы держим, если верить белорусскому генштабу, 145 тысяч войск, это достаточно мощная сила, которая скована у нас сейчас, мы не можем их оттуда отозвать, потому что Беларусь со-агрессор, скажем, и потенциальный агрессор тоже. Если эти позиции займут представители стран НАТО, тех же Прибалти, которые с другой стороны, опять же, границей, они сейчас Беларусь, те же французы, то мы сможем высвободить оттуда часть наших войск, отправить их туда, где они больше нужны, на юг или на восток, и этот фронт останется у нас закрытым. И при этом они не будут входить в прямое противостояние с Российской Федерацией, мы ведь не воюем с Беларусью, поэтому, на мой взгляд, это было бы оптимально, честно говоря, вариант для участия натовских, не НАТО, опять же, я всегда подчеркиваю, а отдельных натовских стран, скажем, в обороне Украины, при этом без риска в прямой конфронтации с Российской Федерацией. То есть они фактически будут миротворцами, причем миротворцами еще и для Беларуси, потому что для Беларуси всегда тоже существовал и существует риск, что Кремль, в конце концов, заставит белорусский режим, скажем, пойти в прямой конфликт с Российской, вернее, с Украиной. Если там будут стоять натовские солдаты, то, ну, вряд ли Кремль тоже на это решится. Поэтому это был бы оптимальный вариант, скажем так, и действительно вариант, ну, влияющий на ситуацию. Более того, вот вся эта риторика, когда Запад заявляет о своей позиции, дает понять Москве последующие свои действия, да, то есть если будет продвижение там к Одессе или к Ницку, то мы введем войска. Она ведь действует и упреждающе. Не к Ницку, не к Ницку, к Одессе или к Днепру. К Киеву, да, Киеву. Она ведь действует упреждающе. Это очень важно, когда Москве дают понять ее перспективы и что последует за ее действиями. Я в последнее время много изучаю вот опытов, особенно мемуары Маннергейма. Они ведь очень актуальны. Я всем рекомендую почитать. Начиная с Зимней войны, там половина, полтома, скажем, его жизни в Российской еще, империи, да, это интересно, но не так. А вот начиная с Зимней войны, во-первых, куча параллелей, просто, ну, в России ничего не меняется. Вот на Западе все-таки более меняется, есть. Ну, в России вообще такое впечатление, что ничего не меняется. То есть куча параллелей. Во-вторых, полностью отбрасывается вопрос о переговорах с Российской Федерацией. Вот, почитайте, что было, скажем, сколько уже там, почти сто лет назад, да, и чего стоят договора там о сотрудничестве с Россией, которые она заключала с прибалтийскими странами ровно там за, ну, для того, чтобы использовать их фактически для последующей оккупации этих стран. Поэтому очень много интересного, но там я обратил внимание на один момент, что действительно Советский Союз сдерживали заявления Британии и Франции, кстати, о том, что они направят свои военные контингенты туда. И они, кстати, были готовы их направить, если бы не, вот сегодня у Германии такая странная позиция, тогда было у Швеции и Норвегии, которые отказались их пропустить. То есть они уже были в портах, их отказались пропустить. Но сам факт демонстрации намерений западных сверхдержав, фактически, он играл на усиление позиций Швеции, ой, Финляндии, ну, тогда, на тот момент уже на переговорах. Если бы это случилось раньше, то он бы играл на усиление позиций ее в военных действиях, скажем, против Москвы. Поэтому такие сигналы очень важны в геополитике. И на сегодняшний день нужно сказать Макрону спасибо даже за это, даже если не будут войскам введены, хотя уверен, что будут. Но вот даже на уровне, скажем, политического сигнала это очень важно. Давайте вернемся к тому, о чем мы сейчас говорили, еще немножко остановимся на этом, потому что ведь создавалось такое впечатление, я не знаю, как у вас, у меня создалось такое впечатление, что все инициативы ужасные, омерзительные исходят как раз от таких стран, как Россия, да, или там такие, как Хамас, которые могут себе позволить сделать то, что они сделали. И Запад, он как бы рефлексировал на то, что происходит. И рефлексия, как правило, запаздывала. И более того, что еще происходило, это когда представители, разные представители Запада выходили и говорили, ни за что, никогда мы не вмешаемся в эту войну. Это вообще что-то между Россией и Украиной. Мы вообще никогда не вмешаемся. И так было много сказано этого, что мне кажется, что даже Путин должен был бы, наверное, так уверовать в это, что ему все было понятно, ему все сказали. Мы не будем частью этой войны или стороной этой войны. И вдруг создается впечатление, когда Макрон переворачивает эту доску и говорит, что почему нет, и мы и сами ядерная страна. И вот означает ли это, что произошли какие-то более глубокие изменения? Вот стали сразу говорить, что Макрон создал такую ситуацию или стратегической неопределенности или что-то похожее на это. Ну, то есть как бы Макрон говорит одно, там Германии какие-то другие мысли раздаются, там Британия следующие. Ну, и то есть вот создалось такое ощущение, что какая-то мозаика сложилась в ощущениях, но с другой стороны ничто не мешает Франции в одностороннем порядке это сделать. Правда ведь? И в этом смысле, как вы считаете, насколько ситуация коренным образом изменилась? Или это просто вот не так существенно, не так глубоко, как хотелось бы вот так? Я бы вас перефразировал, мне понравилось просто выражение. Макрон создал ситуацию как раз стратегической определенности, а не неопределенности. То есть он показал как раз стратегию, что будет, да? И как раз это должно влиять и на Российскую Федерацию, и еще в большей мере на союзников Российской Федерации, на тот же Китай, который пытается выстраивать с Францией хорошие отношения. И Франция, в отличие от Евросоюза и Соединенных Штатов, пытается выстраивать с Китаем хорошие отношения. И лидер Китая... Давайте напомним, да. Очень скоро прилетит Париж. Я думаю, что это тоже будет обсуждаться. И это в какой-то степени будет опять же сдерживать действия Китая по отношению к Российской Федерации и ее поддержке. Поэтому здесь как раз создается определенная стратегическая определенность, извините за эту автологию. Чем она вызвана? Я думаю, что вот эта вот кристаллизация в мире, да, она способствует этому. То есть все видят опасности от режима Путина, который, если раньше-то считали, что с ним можно договориться, что на него можно влиять через экономику. Сегодня они видят, что это невозможно. Они видят, что он становится угрозой, уже стал. И для них тоже. Более того, не зря же в западных СМИ вот буквально недавно я читал о том, что Германии, оказывается, известно, что были реальные планы. Раньше там моделировали ситуацию. А это уже пишут я не знаю, может быть, это неправда, но все равно западные СМИ об этом пишут, на западную аудиторию, что Россия действительно имела план нападения на НАТО в 26-м году. Имеет, наверное, даже. И естественно, что НАТО и Запад на это реагируют, должен реагировать. И имея исторический опыт 20-го века и видя, что сегодня у Путина нет никаких тормозов, по сути, они не могут на это не реагировать. Более того, вот эти центры кристаллизируются, ось зла, скажем так, и они понимают масштабность этого противостояния. И это противостояние затрагивает весь мир, по сути, и Корея, и Тайвань с Китаем, что там еще даже. Ну и Европу давайте не забывать тоже. То есть, югославская, скажем, югославская проблема не закрыта, не решена до конца. И таких точек много может быть. Та же Британия, Англия, ой, господи, Африка. Ну то есть, это как картоседомик. Где-то вытяни, оно везде посыпется. Поэтому, действительно, мир, вот отдельные политики, да, они говорят там, то, что им выгодно говорить, но мир меняется. И даже по позиции Венгрии и Орбана мы видим, что он неохотно, скажем, но сдает свои позиции все равно. То есть, когда нужно было голосовать за Украину, он просто вышел попить кофе. Но он же не проголосовал против. Это общая тенденция. Поэтому, ну, Запад вынужден менять свою риторику и менять свой взгляд просто на происходящее. И Запад становится все более активным, потому что это уже вопрос его обороны. И, скажем, инициатива одного государства, вот когда на случай Франции, но я думаю, что она будет по цепочке вызывать ответную реакцию такую же, у той же Британии, которая не хочет уступать лидерству и свое влияние в Европе, той же Франции, наверное, да. И даже если Трампа выберут в Америке, я уверен, что он все равно будет в этом каким-то образом участвовать, потому что для него это вопрос престижа его страны, страны, которой он президент. И, ну, самоизоляция Соединенных Штатов в такой ситуации, она будет опасна, потому что, опять же, противостояние Запада и оси зла, в которую входит Китай и Россия, которые являются врагами Соединенных Штатов, она выводит нашу войну из разряда локальных войн. Если Путин победит, то победит и Си. И это нужно понимать. Я думаю, что это многие понимают в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, на уровне тех, кто принимает решения. И мне, кстати, немножко стыдно за наш последний эфир, когда я говорил, что все равно Штаты дадут деньги, да, просто вот они шантажируют, республиканцы шантажируют Байдена тем, что для Америки важно. И я по-прежнему считаю, что они действительно, ну, это так и есть, да, что они шантажируют Украиной, потому что Украина для Штатов важна. Единственное, что я не учел тогда, это степени аморальности Трампа, который хочет, скажем, присвоить решение украинской проблемы себе, он не хочет отдавать это Байдену, да, и из-за этого они тянут, то есть мы гибнем, потому что Трамп хочет сам решить нашу проблему. Это, ну, это аморально. Я уже не говорю об этом спикере ихнего парламента, как он, Джонсон, да, хотел его некрасиво про него сказать, но мало ли, вдруг придется еще когда-то участвовать в каком-нибудь дипломатическом процессе, поэтому буду воздерживаться. Да, поэтому Запад меняется, и многие политики, которые даже, скажем, имеют какие-то интересы в России, они будут подстраиваться под эти изменения, как и подстраивается сейчас Липен, это очень интересная иллюстрация, но что политик вынужден подстраиваться под тренд, который в его стране, а Россия в том числе формирует эти тренды, вот как она сформировала их во Франции, своей политикой во французской Африке, не хочу обижать африканцев, но тем не менее, была сфера влияния Франции, вот точно так же Россия может формировать тренды в тех же Соединенных Штатах и так далее, и в других странах. Я уверен, что, кстати, Германия к этому придет, Германия будет нас открыто поддерживать, я думаю, что и до ввода войск в конце концов дойдет, потому что это общий тренд просто. Вот и все. Сергей, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами на связи, и очень вам за это благодарны. Спасибо. Спасибо. Сергей Гармаш был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok